МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы каждый сотрудник чувствовал себя единым целым в нашей большой дружной семье. Кстати, любимых видов спорта у генерального директора оказалось сразу несколько. Хоккей, теннис и волейбол. Он вместе с сотрудниками выходит на площадку, чтобы под руководством опытного наставника вспомнить все тонкости этой игры. Я только приветствую тех людей, которые хотят играть в волейбол. Ну и сейчас у нас, скажем так, начальный урок, да, самое простое, к чему подвести, потому что он считается сложным техническим видом спорта. И просто так не все получается. Сразу получается не у всех. Кто-то не держал волейбольный мяч со школьной скамьи. Несколько робких шагов, пара успешных передач, и игроки снова чувствуют уверенность и получают удовольствие от игры. Это очень здорово. Я вот, если честно, после школы вообще еще ни разу не играла в волейбол. И сегодня, особенно с мастером спорта, мне очень понравилось. То есть прям настоящий спортивный праздник. Замечательно, великолепно. Погода благоволит. Все вспомнят, что такое поддерживать физическую форму. Поэтому просто превосходно. Были и те, кому старые спортивные травмы не позволили выйти на площадку. Но это нисколько не испортило настроение. Пришли поддержать. Сегодня болельщик. Я же говорю, травмы мешают. Мне это хочется, но нельзя. Пока на площадке пляжного волейбола шла игра, часть коллектива ТРК отправилась постигать азы скандинавской ходьбы. Вооружившись палками, группа под руководством инструктора бодро зашагала в лес. Занимаясь скандинавской ходьбой, не обязательно чувствовать себя великим спортсменом. Можно во время ходьбы и разговаривать с товарищем, и при этом получать нагрузку, необходимую для того, чтобы чувствовать, скажем так, радость жизни. Для скандинавской ходьбы в парке предусмотрены специальные тропы, где можно не только освоить этот вид спорта, но и в полной мере насладиться красотами природы. А мы отправляемся дальше в футбольное поле. Один тренер и две команды. Мы сегодня сплотили коллектив. У всех хорошее настроение перед выходными. Это то, что надо. Ребятам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы противостоять сопернику. Хотя в этот день на всех площадках неизменно побеждала дружба. Я бы рекомендовал раз в неделю такое делать, потому что большинство компаний делает раз в месяц праздник, раз в полгода, раз в год. И на этом празднике мужчины очень слабо себя показывают. Чего не скажешь о сильной половине ТРК Одинцова. Спортивные праздники – хорошая традиция. Очень важный элемент объединения коллектива и создания командного духа. Мы выражаем огромную благодарность всем партнерам, особенно Одинцовскому центру развития культуры и парку культуры, спорта и отдыха за помощь в организации. Мария Шматкова, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.